Немного назад в Россию и вспомним о совершенно удивительном русском певце с поразительной судьбой и поразительными данными вокальными. Вот то, о чем я вам вчера, сегодня говорила по поводу Желепина, это вот как раз из того разряда русских интеллигентов, русских певцов, которые, готовя какой-то образ оперный, вычитывал в архивах всевозможные материалы, касательно и костюмы, историю костюма, и исторические обстановки, которые предшествовало тому написанию оперного полотна, о которой он потом вращался. И, конечно же, работа над вокальным аппаратом. Работа над вокальным аппаратом – это вся жизнь, которой певец отдает этому искусству, ибо это искусство очень сложное. и можно сказать, что тот человек, о котором я хочу вам рассказать, он всецело именно владел всем арсеналом вокальной техники, всеми знаниями, а историческими знаниями оперы. И это действительно было явление очень крупное, большого штаба. Это Николай Константинович Печковский. К сожалению, как-то о нем у нас, ну не принято часто говорить, и раньше то же самое, как-то о нем мало знали в конце 20-го века. Но во время войны и до войны это был один из самых известных певцов. Он был гораздо известен, нежели Козловский, Лемешев. Он обладал огромным драматическим талантом и прекрасным голосом от природы. И так судьбе было угодно, что когда он пришел в искусство, это был уже зрелый художник, сложившийся художник. Кстати, Николай Константинович бывал и в Италии, и он стажировался в Италии. Это было в течение четырех месяцев. Он учился у видных итальянских педагогов. Обладая неуемным любопытством и обладая вот таким огромным драматургическим талантом, он создавал, лепил образы, подобные, вот как лепил Федор Иванович Шалянов эти образы. Вы вспомните, может быть, что Петр Ильич Чайковский, создавая «Пиковую даму», писал Германа для кого? Для тогда очень известного певца Николая Фигнера. Но, пожалуй, той высоты достижения и постижения образа, который дал Петр Ильич Чайковский в образе Германа, нет той силы драматического накала и той необознимой голосовой амплитуды, потому что Петр Ильич Чайковский имел очень сильный голос и в то же время мог быть очень нежным. И вот этот романтический его талант, он проявлялся в образах и запоминался над тем, но судьба так сложилась у него очень транично. Он был рефрессирован и в течение десяти лет он пребывал, к сожалению, в местах неистори отдаленных, сидел в одиночной камере, в жутких условиях. Вообще, ведь можно было потерять голос и потерять вообще все желание к тому, чтобы нести из пустого, чтобы вернуться к тому. А, наверное, все-таки тот человек, который испытывает какие-то такие потрясения драматические, он потом, вот этот опыт, он как бы воплощается уже и в том деле, которому он посвятил жизнь. И более рельефно, более, конечно же, запоминающийся, создает образ оперной драматурги. И вот Николай Константинович, он и давал сольные концерты после уже того, как он вышел на свободу, и эти концерты были ошеломительные. Потому что той, вот он полностью себе отдавал сцене и вот это вот насыщенные драматические ситуации в его жизни, она ему давала какое-то третье и четвертое дыхание, когда он пел самозабвенно, создавая такие образы. Но вот образ Каньо из паяц Ленкова, Джеральда Ленкова, это совершенно удивительный образ, который создал на сцене Николай Константинович. Он пел в мринге, он пел в Петербурге, он пел в концернах поездках. И вот у нас есть возможность сейчас послушать, мы должны, конечно, делать скидку на то, что это записи тех лет, это сорок пятый, там сорок шестые годы. Это, конечно, техника такая не там, что теперь и записи не те, но вот вслушайтесь в звучание голоса, вслушайтесь в звучание удивительного тембра. И вот я, конечно, в этом году, после него многие певцы пели Германа. И вот в мою пытность Герман был неплохой Герман, Атлантов. Очень неплохой Герман был. Но, конечно, никакого сравнения с тем, что дал и драматический, и даже вокально Николай Константинович Печетовский. Я сейчас попрошу дать вам вот эти вот записи, вам послушать. Первый будет Мариоза Канина. Кан Канина из паяц Руджера Лянковала, а потом будет Семенада Лянковала. Бор-Кэр-Олла. Ой, прощите... Да, Бор-Кэр-Олла. ПЕСНЯ 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 даром. И в 66 году Николай Константинович не сдал. И, конечно, может быть, он еще был полон сил, творческих сил, может быть, еще совершения, которые мы, к сожалению, уже не могли оценить, потому что вот все так, жизнь очень трагичная, жизнь полна событий, и не все было так просто в жизни Николая Константиновича, но вот этого певца мы должны помнить и знать, потому что он того достоин. А я не случайно сказала, что будет звучать Серенада, ибо Руджеро Ленковало написал еще Серенаду в том дуэте, который мы будем слушать дальше. Я хочу вам представить сейчас, у нас есть возможность услышать один из моих любимых инструментов, но, опять же, я думаю, что в зале тоже люди любят этот инструмент. Вот «Золотую аршу» мы сейчас приглашаем на сцену, нам помогут, и, надеюсь, и конкурса. Саристом Московской филармонии играет Наталья Яховна. А слушать мы будем сегодня итальянскую музыку и переложения итальянской музыки, сделанные большими мастерами. Это и Трестер, это и Цапель, кстати говоря. Вот Цапель, он сам замечательный арфист, он сделал огромное множество транскрипций произведений фотопианового репертуара для арфы и разных оркестровых версий произведений. Ну вот, начнем мы с произведения, которые написал Даницетти, и это тоже транскрипция, сделанная Цапельем, транскрипция для арфы и Соло из оперы «Лючи и Ла-Румбуль». Он взял целые знанные этой оперы и создал такую фантазию. Мы слушаем Даницетти Цапель. Даницетти Цапель 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКО18 СПОКО年 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И побывать на моем творческой вечере в большом зале на пятом этаже, я приглашаю вас 30 марта. 30 марта будут звучать разные музыки, есть возможность там показать видеофильмы, которые мы вам предложим. 30 марта в 6 часов вечера в большой зал. Вход внизу около вахты будет сидеть дама, которая предложит вам пригласительные билеты. Пожалуйста, всего доброго, а следующая наша встреча в 13 апреля. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok